В начале 90-х годов, сразу после развала Союза, стал выходить в свет журнал Ной, или как еще иначе его называли, армяно-еврейский альманах. Не так давно, мне случайно в руки попал один из номеров этого альманаха, где были опубликованы выдержки из статьи еврейского писателя и публициста, Юрия Карабчевского. Об этом сказал автор статьи, Вахарас, Заур Мехдеев. В ней, несмотря на многочисленные штампы о слых азербайджанцах, и прочую чепуху, от которой буквально млела некоторая публика, есть и замечательные строки, которые, к сожалению, сегодня уже забыты. Так вот, говоря об армянах, которым пришлось покинуть Баку и перебраться в другие города бывшего Союза, Карабчевский пишет. Поразительно мужество подлинных азербайджанских героев, заступавшихся, прятавших, помогавших, просто жалевших. Каждый спасшись и рассказывал мне о таких. В честь каждого из них, надо было бы в Ереване, посадить дерево благодарности и выстроить из этих деревьев, аллею праведников, как это сделано в Иерусалиме. Отметим, что подобная поддержка оказывалась многими азербайджанцами. Так, мне лично, мой одногруппник рассказывал, как его отец, служивший в милиции, спас армянскую семью, угрожая ворвавшимся, табельным оружием. Потом он, сопроводил их на вокзал, обеспечил билетами. И аналогичные истории, поверьте, могут рассказать очень многие. А вот еще одно свидетельство Карабчевского, которое вполне может быть принято в качестве свидетельства в Международном суде. Когда в спитаке произошло разрушительное землетрясение, по словам автора, он позвонил своему приятелю в Ереван. Я задал ему, тот самый дурацкий вопрос, который всегда возникает первым в таких ситуациях. Я спросил его, ну и где же твой бог? Он ответил мне так, видишь ли, Юра, пока мы боролись по-христиански, Господь был с нами. Но вот в ноябре, мы позволили себе это безумие, и Господь от нас отвернулся, наша вина. Что же случилось в ноябре, спросите вы. Отвечу, в Карабахе было убито двое молодых азербайджанцев. Сейчас армяне пытаются свалить вину, на какого-то милиционера-азербайджанца. Тогда как, не так давно кандидат в президенты, так называемого Арцаха, никем не признанного, Виталий Баласанян, сам во всеуслышание сделал заявление армянской прессе, о собственной причастности к этому злодеянию. По его словам, именно он был организатором убийства двух азербайджанцев во время событий 22 февраля 1988 года, когда азербайджанцы из города Агдам направлялись в Ханкенде, с целью выразить свой протест против действий армянских ультранационалистов. Я был организатором, стрелком, убийцей, преступником. Я признаюсь, в то время было возбуждено уголовное дело, следствие продолжалось до 1991 года, и копии этих дел в настоящее время находятся в Генпрокуратуре Азербайджана. Даже если бы я уехал из Карабаха после февраля 1988, я уже на тот момент сделал достаточно, чтобы остаться в истории. Но добавьте еще то, что я сделал в 1991-1994 годах. Спросите у Андроника Кочаряна, на каком военном посту я был, какие должности занимал. Он ответит без проблем, цитирует его слова армянские СМИ. Так что здесь Карабчаевский прав. Прав, будь он хоть миллион раз армянофилом и азербайджанофобом. Прав он черт возьми. После того, что делали армянские дашнаки с азербайджанцами в Кафане, Зангизуре, Карабахе, мы все равно спасали их. Здесь Карабчаевский прав. Сколько сейчас в Армении и по всему миру живет армян, спасенных азербайджанцами? 200 тысяч. 300. Полмиллиона. Так вспомните же слова еврейского писателя, и посадите деревья. Это будет хорошим ответом балосанянам, кочерянам, и прочим упырям, плодящим безумие. Продолжение следует.